Ребята, добрый день. Как у вас дела? Как поживаете? Нахожусь за городом у Володи на ферме. Сейчас узнаем, как у него дела, как он поживает, что у него нового. Также помните эту собаку, которую зовут Соню, которую спас в конце лета? Так вот, все это время она жила в Володе на ферме, и я подыскивал ей постоянное место жительства. Сегодня из Минска приехала машина, которая заберет ее. И Сонька будет жить в Минске. Я надеюсь, что это будет постоянное ее место жительства. И больше она переезжать не будет. Ну, вон она, смотри. Довезешь ее? Ну, если не съест. Не должна уехать. Володя! Дай два кнопок спеши. Побудьте здесь. Этот парень, который тот человек, как разобирает Соньку. Он не знает, как она вылезет, поэтому он так удивился. Вот, это просто человек, который должен им довезти до Минска, он, поездом. Выходи! Молодая, да? Сонька, привет! Привет! Семьи собак в квартире живут. А ты тоже в квартире живут. Тяжело на холоде сейчас в Валере. Да? Сонька, привет! Ну, как ты тут живешь? Как ты тут живешь? Как ты тут живешь? Что, Володя? Ворота открыты. Открыты? Думаю. Как они открыты, что они запуты? Здорово! Здорово! Ну, как ты? Не лучше быть могу. Я за Сонькой. А, ну, ты забирай. Валера слушает нас. Ну, это для нее, да? Ну, там две, да. Там уже одна живет. Сонька, ты в курсе, что ты переезжаешь сегодня в столицу? Да, они там не живутся. Да, живутся, что они не живутся? Они же будут в разделности или как? Нет, Валере не живутся. В одном? У них стенки разделной нет. А две девки будут бить ее. Она ее. Так что она ни с одной девкой здесь не дружит. Ни Сергеева, ни Солобаева. Там уже будем смотреть. Да? Не, ну-то я же надеюсь, что нормально будет. Ну, конечно. Я же приеду проверил. Я же не просто приехал сюда и в Минск. Не, я знаю, я же узнал, я же узнал, что там все нормально. Что там ее будут кормить. Что там будет выполнять свою функцию. Дорога была длинная. Да. Так, покрывало сейчас тебе дает. А у меня уже тут отдал. А у меня же есть, Валерий. Я тут взял. Сонька. Какие цели, да? Давай. Я к тебе приеду вместе. Ну, еще обязательно. Иди сюда. Блин, ну, ты переезжал, я не знаю. Давай, запрыгай. Давай, иди сюда. Иди сюда. Эх, ты малая. Слушай, ты же ее только смотри, где-нибудь там на этих самых. В трапах не выпустил. Нет. И в Минске, смотри, не открывай, зайдет на территорию еще. Не дай бог куда-нибудь там побежит. У меня 150 тысяч подписчиков на канале. Если что, будем спрашивать. Подожди, я еще раз на нее гляну. Сонька, ну что, пока. Поедем. Пока, пока, пока. Она к тебе вперед прилезет потом. Все, я к тебе приеду в Минск, навещу. Давай, назад. Слушай, ну, я позвоню потом. Ну, я все, что-то там может скажу, пускай, звонит. Хорошо. Если что, это самое, мало ли что, какой косяк будет. Мы заберем обратно, да? Ну, конечно, заберем. Только не выкидывай его. Не-не-не-не, ни в коем случае. Я уже все там обсудил. Там проблем нету ее, если что, как бы. Не-не-не, я все обсудил. Не-не-не, мы что-то заберем. Долго, блин, мы ее дома искали. Долго. Спасибо Леше, который живет в Минске, который сильно договорится там с хозяевами. Ребята, ну вы ее там не обижайте. Я приеду, проверю обязательно. Хорошо? Володя, я не знаю, где же сердце защелило. Жалко треху. Ну, ты тоже жалко. Ну, так я уже к ней привык, в принципе. Ну да. Ну ладно. Все, давай не будем думать. Как я взяла? Кого ты мне показать хочешь? Сейчас я включу. Ё-моё, я уже вижу. Торсята. Нифига себе, слышишь? Сейчас я там, говори, что. А что они такие черные, Володя? Дикие, потому что. Да ладно, дикие. Это порода такая или что? Ну. Иди сюда. Слушай, ну к тебе весело. Я думал, ты сейчас по Соньке скучаешь. Я тебе вообще не до Соньки. Какую мне сейчас? Я сейчас сотню еще птицы хочу взять и гусей хочу взять. Я думал, тебе звонить. Красавчик, красавчик. Баран убрать? Как хочешь, Володя. Я их именюю, ты будешь ухаживать? За кем? Баран у меня. Я за собой хоть бы успел ухаживать. Не, ну хотя бы раз в месяц. И ты подстришься. Они не подходят, да? Ну, конечно. Еще недавно только отманули. Вот этот Володя такой, слышишь, самый шустрый. Это мальчик. Да? Да. Сверху который. Да, это будущий папа всех. Жует. А что-то нельзя зайти к ним? Ну, он перешагнуть может. Только они сейчас сюда лом будут мануться. А ты там встань, чтобы я... А так зачем? Я хочу мне же туда их себе поснимать. Ладно, бояться не буду. Я вдруг такие, слышишь, потешные. Володя, так молодец. Слушай, мне же можно их вылаживать на канал? Как вылаживать? Конечно вылаживаю, и чего? Немало вдруг ты скажешь. Они же мне пишут, чтобы я вылаживал. У меня просто нет возможности. Ну, не компьютер, не камеры, ничего. Я переписываюсь со многими. Я это не знаю про просят. Лишь, молодцы. Пишите, Володя, не забывайте. Все правильно. Пускай сидят, пойдем. Мы будем их пугать. Тепло тут у тебя топишь, да? Ну, вот когда получается. Сейчас морозу ударили, надо копить. Ты еще куда вот эту топишь-то? Это тогда покрасочная? Ну, да, делали. Раньше Володя тут занимался покраской. Что ты тут красил? Машину красил? Да все. Легумператор по яме варил. Да. Пластмасс варил. Все, 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 все. Ай, Володя, не спускай, не спускай. Она будет жить теперь, я привязываю. Она меня выможет сейчас всего. Она не выможет, потому что лезди сюда. Она теперь будет жить со мной там внутри. Она что, дурочка, что ли? Она будет на своей жизни живет. Эх, хамуха. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Ребята, где она? Она ушла? Она пошла своей дорогой, видимо. Да? Не пускай идет своей дорогой. Просто она малую могла прихватить когда-нибудь, когда-нибудь. А раньше, что я спускал, я ее никуда спущенный не видел. Потому что ты приезжаешь, я ее и навязываю из-за тебя в основном. Ты же посмотри, кругом следи. Это же они дурочные. Ой, блях, хамуха. Так глянь, следы какие. Ну да, у нее лапа. Блях! Не забила, сколько она весит, Володя? Ты же думаешь, ты снимаешь ее, понимаешь, когда ты ее снимаешь, с твоей высоты. Она кажется, как щенок. Какой щенок? Щенок меня сейчас чуть не свалил с ног. Она килограмм восемь, все-таки мне кажется. Глянь, о, вот она какая-то, да, моя хорошая, вот, какая-то. Хорошая, хорошая. Володя, ну, вижу, пожалуйста. Чита бегает, она не бухает от тебя. Она просто радуется, тебе не лежит. Ну что, какие новости? Какие новости, никакие. Володя, собираюсь приехать к тебе на неделю. Ты подумай, хорошо. Пожить. Пустишь? Ты подумай, хорошо. Ну, пустишь или нет? Да, конечно, я и рад буду. Хочу вот, ну, попробую, как она вот вообще жить. Вдалет цивилизации. Ну, ты не против, короче. Чего, я тебе давно предлагаю, ты что, спрыгиваешь? Для этих самых твоих телезрителей. Он спрыгивает просто. Он не знает, что такое в целогрейке спать. Ты в целогрейке спишь? А ты думал, как. Смотри, в носках, какие хорошие. А я как буду спать? Ты же в целогрейке? Что, ты? Так мы топить хату будем. Чего мы будем целогрейку? Да, ты думаешь, это все так просто, как ты думаешь? Вечером жара, а утром холод. А помыться представляешь? Ночью будем топиться, короче. Ночью будем топиться. Будем смену установить. Так как я живу. Вечером ты топишь. Ночью стою и я топлю, чтобы утром тоже тепло было. Поживешь моей жизнью чуть-чуть, потом поймешь. Ценность совсем-то там другая будет. Да? Ле! Что-то я уже не хочу, Володя. Не представляешь, одному неделю. Вот один неделю, ты представляешь? Ну, у меня бывало такое. Что, один неделю? Я и больше волну. Ну, а год один, месяц. Надо здесь все переделать. Я не знаю, в этом году надо срочно, кофе с носом. Володя, ну ты на правильном пути. Смотри, ты уже свиней взял. Сейчас птицу будешь покупать. Я сейчас сотню буду покупать, наверное, фибикикуры. Да, будут и цинуски. Сотню возьму. Кур? Да. Сейчас, скорее всего, еще и гусей. Правильно. Ты, короче, решил усадьбу замутить? Нет, я решил, что, наверное, пойду еще регистрироваться. Потому что иначе здесь не выживешь. Время, ну, очень такое нехорошее. Потому что работа, она вроде как есть, а вроде как ее и нет. Вроде как оно все хорошо и вроде как все плохо. Потому что здесь я тебе честно скажу. Сколько ты не работай на этой земле, станешь только горбатым. Ну, честно скажу. Потому что ты и видишь, вот такие здесь люди все. Местные. Ты повнимательнее посмотри. Они все изношены. Здесь непросто. Это вот, представляешь, накормить, допустим, стадо надо. Вот что нужно для стада? Ты что вообще представление имеешь, допустим, чтобы зарабатывать? Это надо хорошее большое стадо. Ну, конечно. А его нужно накормить. Кормовые единицы, как ты знаешь, есть такое понятие. А их нужно добыть или купить. За что купишь? За деньги. А деньги где возьмешь? Это значит, ты купишь зерно. Ну, ясно, что все одно за одно. А зерно еще надо хранить где-то. Еще чем-то переработать. Ты же не будешь зерно просто так давать? Ну, ладно, птицы отдашь. А скоту? Приедут люди, покормят. Десять штук того, десять штук того, десять штук того. Десять штук того. Я думаю, все-таки мы здесь что-то построим. Так уже пора. У тебя уже силы появляются. У кого? У меня же подписчики все этих, кто-то написал. Это все поддерживают. Все ждут, кричат. Когда я начну это сомать. Володя, страница ВКонтакте есть. Владимир Снит. Я в описании вставлю под видео. Так что вот, давайте силы ему пишите. Тихий не пишу, потому что он чувствовал, что он не одинок. Блин, ну что-то я не знаю. Это вот на... Ты дрожишься, смотри. Худит? Все равно боюсь. Боюсь, все равно боюсь. Чего? Ну, вот смотрю на нее боюсь. Ну, собак боюсь. Да, он очень нормальный собак. Она адекватная. Единственное, что она животных недалюбит. Володя, я же не говорю, что она какая-то неадекватная. Или что? Просто, как тебе сказать. Просто боюсь. Меня в детстве кусала собака одна и та же пять дней подряд. Расскажите историю. Небось, она на тебя не реагирует. Она ищет по сторонам кто. Володя, ну не надо так делать. Ты шутишь или что? Она вообще не реагирует. Вдруг у нее что-нибудь-то все вьется в голове. Она меня идентифицирует как чужого и все. Видишь, она ищет кого-то. Так, слышишь, на пятый день иду, короче. Бежит этот боксер. Его там быть не должно было, а тот бежит. Я, короче, бегу, уже с последних сил бегу, короче. Это такое баскетбольное кольцо советское стояло. Заложено это баскетбольное кольцо. И сижу, а он, короче, внизу, и у меня же отлегло. Бежит этот мужик и рассказывает такую картину. Говорит, хорошо, что ты залез. Короче, я гуляю с ней в парке. Говорит, и ровно в то время, когда ты должен идти, она срывается. И бежит сюда, представляешь? А там, ну, километра полтора. Представляешь, прибежала, чтобы меня, короче... Все, я, короче, на автобусе в школу ездил. После этого пешком я больше не ходил. Она подаст мне? Кто? Лень. Ну, она как бы такая. Я не знаю, она мне никуда не просила. Ой, она мне две чуть не дала. Дай лапу. Ли, дай лапу. Дай мне лапу. Хорошая, хорошая. Ребята, все равно я боюсь. Это я глажу. Ну, побаиваюсь. Ну, видишь, она добрая. Ну, не дай бог, что-нибудь у нее там сбой какой-то. Мне будет очень тяжело с ней справиться. Ну, что, Володя, я поеду. Да? Ну. Иди, иди гуляй. Иди гуляй, сказал. Иди. Тебя, когда покупать поедешь, возьмешь меня с собой? Да, конечно, я обязательно. Я же не то, что... Все, договорились. Сейчас не постучатся. Это уже давно. Лен, как там Сонька-то в машине ездит? Смотри, сидя. Вот мой кулак. У тебя кулак просто маленький. Ну, ты какой-то такой, правда? Глянь. Мой большой. Пошли здесь. Ну, понятно, что не лав. Это же собака. Тем более, среднеазиатская, овчарка или как она называется. Он, наверное. Почти как моя машина. Все, Володя, давай пи-д-ка. Я поехал. Все, заеду, короче. Буду планировать поездку на неделю. Скоро, приеду к Володе, буду неделю выживать здесь. Будет выживание. Все, пока. Я слышу, пока. Орден вытащиваю сейчас. Орден вытащиваю. Орден. Если ты это самое выживаешь. Выживу, да еще не выживай. Куда будем? Я что-то не знаю. Не, задом туда дамы. Вдевай. Опа. Все. Володя, коронная. Володя, коронная. Володя, коронная. Володя, коронная. Володя, коронная.